Всем привет, друзья! Сегодня будет моя ужасная история по поводу моего языка. Я уже давно всем обещала об этом рассказать, но всё время стеснялась, потому что мой язык не такой, как у всех людей. У всех людей он очень красивый, такой немножко остренький. Я же стесняюсь своего языка. И первый человек, кому я в этом призналась, это мой парень, который меня поддержал. Спасибо ему большое, спасибо, Влад. Просто. Вот. И, не знаю, так сложно это рассказывать, но я когда смотрю истории людей, которые, ну такие они, вытягивают язык свой сильно, я так не могу. Ну я вообще не могу показывать. Когда мне показывают язык, я в ответ никогда не могу показать язык, потому что он у меня не острый. Он у меня овальнообразный такой. Хотите ли вы, чтобы я показала свой язык в этом видео? Если да, ставьте лайк сейчас же под этим видео, я обязательно его покажу. Если вы не хотите, то выключайте это видео и не смотрите его дальше. Какой-то дискомфорт приносит тебе язык? Ну вообще-то да, он огромный. Что ты смеешься? Ну это смешно, я думаю, все сейчас смотрят и смеются. Но на деле я понимаю, что тебе не очень с этим жить. Мне вообще не очень с этим жить и мне не смешно. Ну, я не знаю, это как для девочки, если бы у нее урос хвост с копчиком. То же самое и мой язык. Увы. Вот. Может, мы не будем это видео записывать? Мне очень тяжело об этом говорить. Ну ты так стараешься для своих подписчиков. Они просили, они верят, верят в то, что ты запишешь это видео. И ты просто опускаешь руки. Ладно, продолжу. Впервые я заметила, что мой язык не такой, как у всех в подростковом возрасте. Когда все начали селфи делать, и вот такие вот фоточки, знаете, по типу... Ну, с языком. Да, мы прямо-то же вставим, какие именно или нет? Нет. А мне сейчас продемонстрировать? Я думаю, люди понимают. Такие с остреньким язычком. Вот как делает Влад, мой парень, у него там частенько он так подмигивает, такой остренький язычок торчит. Как Марьяна Ро делают. Ну и прочие такие вот прикольные людишки. Я смотрела и не могла. Я пыталась себя фотошопить язык. Можно? А, у меня есть. На телефоне сейчас я покажу. Что я делаю вообще? До какой степени мои комплексы вообще меня сводят с ума? Смотрите. Видите? Фокус нужно сделать. Приблизить надо. Видите, что я делаю? Я в сторис, если сфоткалась с языком, леплю всегда туда какой-то смайлик, чтобы не видно было, что же у меня с языком. Тяжело сейчас об этом рассказывать. Сердце колотится до неимоверных вообще пределов. Наверное, я покажу сейчас вам свой язык. Показывать? Или просто сделай селфи, как все. С языком. Так, сейчас попробуем. Кстати, подписывайтесь, пожалуйста, на меня. Я достала табличку subscribe и положила ее на свой живот. Если хочешь, чтобы я похудела, подписывайся. И, может, мы организуем какой-нибудь совместный проект. И, кстати, сегодня я говорю, нет своим комплексом. И я не только покажу свой язык вам, еще покажу свою складку. И не одну, у меня их три. Кто пукнул? Это не пукнул, это диван скрип. Точно? Просто я пукать при своих зрителях не собираюсь пока. Мы, конечно, близки, но не настолько. Пока еще 10 тысяч вас не стукнуло, я еще не готова так сближаться с вами. Давайте попробуем сделать селфи. Ну ладно, не смешно сейчас. Ты что, стесняешься? Да. Ну давай уже. Почему не получается? Он у меня очень длинный. Очень длинный. Ну как вы это делаете, блин, ребят? Вот как вот эти острые языки? Это проблема. Я никогда не думала, что у людей могут быть такие проблемы, понимаешь? Это мой комплекс, блин. Я не знаю, что делать. Давайте бороться с этим вместе. Если вас что-то не устраивает, и вы на чем-то немножко зациклены, пишите в комментариях. И если у вас не получается так же сделать острым языком красиво и сделать крутую фоточку, тоже пишите в комментариях. А если получается, пишите тоже, делитесь. Ставьте обязательно лайк под этим видео за мою смелость. Я вам рассказала про свой язык, про свои складки сегодня. И Владик даже диваном пукнул при вас. Поэтому ставьте лайки. Будем с вами близки. Я вас люблю, целую, обнимаю. Всем пока.